Привет, красотка! И я рада тебя приветствовать в супер новогодней атмосфере. Хотела сказать, у меня дома так уютненько по новогодним все украшено, но я на студии вместе с вами заряжаюсь вот этой новогодней энергией, потому что дома мне еще все предстоит только украшать, наряжать. И это здорово! Я очень люблю Новый год, очень люблю вот эту атмосферу праздника. И сегодня я хотела бы поделиться с вами двумя разными абсолютно образами на Новый год, потому что Новый год можно праздновать вообще по-разному. Можно дома, в уютной атмосфере, с семьей, с оливьей, с уродней судьбой по телевизору. Можно уйти с друзьями куда-нибудь тусить и уйти в гости. Не хочу долго затягивать с приветствием, хочу сразу же переходить к образам, но сразу же предупрежу, чтобы вы досматривали видео до конца, потому что в конце видео я разыграю среди моих красоток не очень красивый пакет, но нереально классное содержимое. И сам пакет, между прочим, супер экологичный, с которым можно ходить за покупками и не тратить пластиковые пакеты, я тоже подарю. Но в самом деле он очень даже красивый, почему я его так обозвала. Вы знаете, что я люблю подарить вам подарочки. В каждом видео я стараюсь разыгрывать там небольшой наборчик тушь плюс помады, например. Но так как сейчас Новый год, вообще-то канун, да, подарок нужно увеличивать, поэтому что я для вас подготовила? Конечно же, начнем с косметики, и я хочу разыграть вот такую нереально красивую, праздничную, новогоднюю и очень функциональную палетку от Ифраше. Это набор теней. Также от Ифраше такая пудра-хайлайтер, рождественская свечка, также масло для душа и молочко для тела. Как раз такой тандемчик после душа наносим молочко на все тело, потому что кожа сейчас невероятно сушится, и после душ, после ванны обязательно нужно себя как-то увлажнять. И это еще не все, далеко не все. Вкусняшки! А вкусняшки у нас не простые, вкусняшки у нас заморские, да, так говорится. Я сама лично покупала эти сладости на рождественской ярмарке в Германии. Кто следит за моим инстаграмом, знает, что мы побывали на рождественской ярмарке в Германии в начале декабря, и исполнилась просто невероятная моя мечта. Я прикупила вам там подарочки. Это такой сапожок, немецкое фирменное печенье Leipkuchen. Сами уж решайте, будете вы его есть или хранить на память. И вот такая лакричная палочка. Вспомнили, наверное, сразу же Гарри Поттера. И это еще не все, потому что краситься хорошо, кушать вкусняшки хорошо, а как же знание? Как же саморазвитие? В общем, я подготовила для вас еще вот такую книгу. Я сама ее читала и слушала ее аудиовариант. Мне очень она понравилась. Очень много новых идей я почерпнула оттуда. Такая мотивационная, знаете, безумно вдохновляет. Как раз для Нового Года, когда там все хотят жить, начать заново, с чистого листа, Новый Год, новая жизнь, вот это все. Вот такой тандем, но еще, конечно же, сумка, да. Я сказала, что не очень симпатичная, но вообще-то, вообще-то, очень даже красивая. Ее удобно можно носить вот так вот на плече. У меня у самой дома точно такая же. А еще она очень компактно складывается вот в такой вот рулончик и фиксируется вот такой клепочкой. Так что просто, ну, невероятный подарок на Новый Год. И чтобы узнать, как же это все получить, досматривайте видео до конца. А еще в самом конце у меня будет такое оригинальное поздравление. Очень, я надеюсь, получится философским. Все, переходим к видео. И первый наш образ для дома. Ведь праздновать дома это не повод лишать себя новогоднего макияжа и образа, верно? Хорошенько увлажняем лицо перед началом макияжа и начнем с тона. В принципе, у нас нет задачи сделать суперстойкое покрытие, да и зачем лишний раз перегружать кожу слоями тонального. Поэтому я рекомендую использовать BB крем. Немного можно даже затонировать губы. Мы обязательно это уберем в конце макияжа, когда будем заниматься губами. Но зато не будет видно этой границы между цветом кожи и началом губ. Это выглядит очень неопрятно. Немного контуринга и переходим к глазам. Я использую такой красноватый оттенок из моей любимейшей палетки от Evelyn. Мне кажется, она была создана для меня, потому что каждый оттенок носит название кофе. Представляете? Ну и цвета просто невероятные. Подойдут как для ежедневного образа, так и для новогоднего, как вы видите. Итак, я растушевываю оттенок на все веко. Затем беру более коричневый оттенок и выделяю складочку века. Главный акцент у нас будет на губах, поэтому с глазами не так сложно. Беру темно-коричневый оттенок и скошенную кисть и подчеркиваю линию роста ресниц. Так ресницы будут казаться гуще и взгляд будет более выразительным. Наносим тушь и можно даже в несколько слоев, потому что иногда красный оттенок теней может придать взгляду немного болезненный вид, поэтому хорошенько выделяем ресницы и время заниматься нашими губками. Я беру ватную палочку, смачиваю ее мицеллярной водой и убираю все остатки тонального крема. И самое интересное, красные губы. Если вы ни разу до этого не красились красной помадой, не беда, не нужно бояться этого цвета, он идет всем, особенно на Новый год. Кстати, чтобы упростить себе задачу, можно сначала обрисовать контур губ карандашом и затем заполнять уже середину. Единственный момент, я бы посоветовала использовать матовую помаду, потому что кремовая помада может отпечатываться на кружках, вилках и так далее, а матовая продержится намного дольше, особенно если не будете есть салаты с майонезом. И теперь, когда выделен главный акцент на лице, это красные губы, можно переходить к румянам, потому что если сначала нанести румяна на бледное лицо, можно с ними переборщить. А теперь, глядя на такой яркий акцент, мы нанесем нужное количество. Мне очень нравится эта гармоничность в цветах, красноватые тени, румяные щечки и красная помада. Макияж сразу становится таким целостным, и я поняла, что забыла про брови вообще-то. Поэтому укладываю брови гелем, и здесь ничего сложного, оформляйте брови как обычно, я использую карандаш, чтобы немного дорисовать себе волосков, и снова фиксирую брови гелем. Еще один милый акцент, смотрите сами, добавлять его или нет, наверняка многие догадались, это блестки. Для него нам потребуется специальный праймер. Праймер наносим на те зоны, куда хотим нанести в итоге блестки. У меня это скулы и галочка над верхней губой. И я рекомендую использовать более крупные блестки, потому что если взять более мелкие частички, то кажется, будто вы просто обильно нанесли хайлайтер. А если это крупные блестки, то это прямо такая фишечка образа. Особенно мне понравился эффект на галочке над верхней губой, как будто на губах снежинки. И наша прическа будет супер простой, для нее нам не понадобится ни стайлер, ни выпрямитель. Мы делаем две косички, мне кажется, это очень такая уютная прическа, такая домашняя, но в то же время очень милая. Чтобы косички казались немного объемнее, мы вытягиваем пряди. Самым классным акцентом новогоднего образа, как я считаю, будут всякие разные рожки, шляпы, бантики. В магазинах сейчас куча выбора, я уверена, вы найдете то, что вам понравится. Но это просто сразу плюс 100 баллов к новогоднему настроению. Ну и самое интересное, что я для вас подготовила в качестве наряда, вы не поверите, но это пижама. Да, просто пижама. Мне кажется, это супер уютно и в то же время нарядно. Не забудьте, конечно же, тапочки. И вуаля, наш образ готов. Второй вариант новогоднего образа. Макияж подойдет на тот случай, когда вы празднуете в гостях, либо собираетесь, может быть, в ресторан. Короче говоря, он более праздничный, да, просто в пижаме с двумя косичками туда не пойдешь. Хочется выглядеть нарядной, такой женственной, поэтому да. Я начинаю с базы под макияж, потому что макияж должен продержаться долго. И в этот раз я решила нанести уже не биби-крем, а тональный крем, более плотный. И даже нанести на некоторые участки консилер. А именно под глаза, на спинку носа и на подбородок. Все очень хорошо растушевываем. И можно сразу же припудрить. Но прямо сильно не делайте матовое лицо. Я наношу на те области, которые чаще всего у меня блестят. Из палетки от Evelyn я беру самый светлый оттенок и наношу на все подвижное веко. Этот цвет будет выступать в качестве подложки под макияж глаз. Красновато-коричневый цвет использую для складки века. И здесь не жалеете. Вы точно не переборщите, потому что если у вас будет кисточка под рукой, а я думаю, она у вас будет, вы сможете растушевать этот оттенок почти в невесомую дымку. Но складку века мы должны выделить прямо хорошо. Я не знаю, почему я решила прерваться на брови, не закончив с глазами. Я использую гель также от Evelyn. Можно использовать цветной, я использую прозрачный. И внимание, посмотрите, что делает эта девушка. Я снова перехожу к глазам, не закончив с бровями. Я не знаю, что было в моей голове. Но акцентом нашего макияжа будут двойные стрелки. И не просто двойные стрелки, а золотисто-черные стрелки. Сначала я рисую золотым карандашом толстую стрелку. И поверх этой стрелки я прорисовываю тоненькую и более такую изящную стрелку черной подводкой. И не бойтесь подводки в макияже, потому что в любом случае все можно поправить. Главное это спокойствие. И только спокойствие, и не психовать. Вот я тоже, например, немного промазала. Смотрите, что мы делаем. Мы просто берем ватную палочку, смачиваем ее мицеллярной водой, поправляем кончик. И если нужно, в этом месте можно заново пройтись бьюти-блендером с небольшим количеством тонального крема. Кстати, чтобы стрелочки смотрелись более четко и ровно, я использую скошенную кисть и небольшое количество консилера. И наношу его прям рядышком с кончиком стрелки. Растушевываю пальчиком. Этот же золотой карандаш я наношу на все нижнее веко. И особенный акцент делаю на внутреннем уголке глаза. И опять же обильно прокрашиваю ресницы тушью. Молодец, Саша вернулась к бровям. Я предлагаю оформить брови максимально естественно, уложить их гелем и заполнить пустоты. Итак, время контуринга. Я наношу сухой корректор кисточкой. И как мне кажется, Новый год без хайлайтера это не Новый год. Я не боюсь с ним переборщить, потому что макияж у нас достаточно сдержанный, несмотря на довольно яркие стрелки. Мобильно наношу хайлайтер на спинку носа, скулы и галочку над верхней губой. Переходим к губам. Губы у нас будут нежными, полупрозрачными. Но если вы хотите немножечко увеличить их контур, визуально, конечно, нанесите карандаш в цвет ваших губ по контуру. И затем хорошенечко растушуйте, чтобы его почти не было видно. Губы сразу же приобретут объем. И сверху я наношу прозрачный блеск для губ. Наносите на свой вкус. Может быть, вы захотите прозрачный блеск с блесками. Я люблю классический прозрачный блеск, но наношу его достаточно обильно. Также фиксирую макияж спреем, чтобы он продержался дольше. Я, кажется, уже говорила, что мои прически и образы в целом будут не очень сложные. Поэтому я предлагаю взять красивые заколки. Решайте сами, выпрямить волосы или завить. Я решила просто выпрямить. И обязательно убрать волосы назад. Взять пряди у лица и красиво их закрепить заколками сзади. Также мой образ дополняют длинные серьги. Ну и, может быть, кто-нибудь догадался, кто-нибудь узнал это платье. Ответьте, пожалуйста, сейчас справа наверху. Кто узнал это платье? Я верила, что однажды оно мне пригодится. Вот и все. Наш образ готов. Как мне кажется, он получился очень женственным, нарядным, совершенно не похожим на первый образ, но по-своему красивым. Ну что, красотки, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, что что-то вы почерпнули для себя. Может быть, вы совместите два этих образа и у вас получится что-то одно. Может быть, вы просто зарядились новогодней атмосферой, энергией и сейчас более радостно провожать 2019 год и встречать новый 2020. Кстати, проголосуйте, пожалуйста, вот здесь, как вы думаете, какой образ буду использовать, так сказать, я в этом году? Первый или второй? Ну что, самые верные красотки, которые досмотрели видео до конца, будут сейчас принимать участие в конкурсе, чтобы выиграть вот такой мешочек с подарками, содержимое которого я показывала в начале видео. Подписаться на мой канал, если вы вдруг еще этого не сделали. Но я думаю, что как бы все нормально, да, в наших отношениях. Также подписаться на мой инстаграм и все условия будут проверяться. И в-третьих, напиши в комментариях под этим видео свою самую такую главную мечту или самую главную цель на 2020 год. Чего бы ты хотела добиться? Мне кажется, поделившись в комментариях, ты станешь еще ближе на полсантиметрика хотя бы к этой цели, потому что ты пропишешь это, ты это выложишь. И может быть, даже читая комментарии от других зрителей, вы еще больше зарядитесь, еще больше поверите в себя. И обязательно в этом комментарии напиши свой ник в инстаграм, чтобы мы могли с тобой связаться. Ну и что, девочки, время поздравления. Сейчас надо настроиться на нужный лад, знаете. Для меня 2019 год был одним из самых лучших в моей жизни. Я думаю, вы понимаете, почему произошло невероятное событие. Я родила свою дочь, я стала мамой. Только этим уже можно сказать знаменательно этот год. Хотя на самом деле произошло еще куча-куча событий, много новых проектов, много новых открытий, знакомств. Я верю и надеюсь, что ваш год прошел ярко, незабываемо. А если были какие-то печали, обиды, невзгоды, грусти, разочарования, оставьте все это в 2019 году. И в 2020 переходите с новыми мыслями, с новыми идеями. И чтобы банально не желать вам счастья, здоровья, удачи и всего там хорошего, я хочу рассказать притчу. Я не умею рассказывать притчи, я хочу сразу же сказать, потому что это реально навык, это реально умение, но я постараюсь сделать это более-менее интересно. Жил-был однажды мудрец, учителю, он знал ответы на все вопросы. И однажды один из самых его умных учеников хотел доказать, что все-таки нет, учитель не может знать все, и что будет какой-то вопрос, на который он не будет знать ответ. Ученик пошел на луг и поймал там очень красивую бабочку. Он ее держал вот так в руках и решил, что если он задаст вопрос учителю, мертва ли у него бабочка в руках или жива, то учитель 100% ошибется, потому что если учитель скажет, что бабочка живая, ученик ее в один момент убьет, сжав плотно ладони. Если же учитель скажет, что бабочка мертвая, ученик просто отпустит руки и бабочка полетит. Таким образом он докажет, что нет, учитель не может знать все, и он не самый умный. И вот с улыбкой на лице ученик подходит к мудрецу и спрашивает, скажи, учитель, я держу мертвую или живую бабочку? Учитель, даже не оборачиваясь, несмотря на его руки, отвечает, все в твоих руках. Я хотела бы немного прокомментировать. Эта притча напоминает нам, что все действительно в наших руках. Каждый день перед нами стоит много выборов, осознанных, неосознанных, но мы каждый день принимаем много-много решений. Мы принимаем решение улыбнуться себе в зеркале или снова подумать, что со мной может быть не так. Принимаем решение помочь кому-то или пройти мимо. Принимаем решение замечать хорошее или замечать только плохое и так далее. Таким образом формируется наша реальность, таким образом формируется наш сегодняшний день. Из наших тысячи-тысячи мыслей, тысячи решений. И я хочу просто вам напомнить это, хочу напомнить, что все в наших руках, все достижимо, все реально, все возможно. Я верю, что если человек действительно чего-то по-настоящему хочет, он может этого достичь, он может этого добиться. Все рамки, все ограничения находятся только здесь, не более. Так вот, я хочу, чтобы в 2020 году вы напоминали себе почаще о том, что все в ваших руках и сами делали свой осознанный выбор каждый день. Вот и все. Такая нотка романтичная на самом деле, как будто я вообще, знаете, закрываю канал, упрощаюсь с вами. Но мы прощаемся с 2019 годом. Это всегда немножко грустно, но в то же время волнительно. И пора заканчивать это видео, потому что я уже разговаривала очень долго. Я, конечно же, позову вас в свой инстаграм, потому что наверняка в этом году мы снова будем печь имбирное печенье. И если вы хотите это делать вместе со мной, то обязательно подписывайтесь, следите за сториз. И, конечно же, улыбайтесь чаще. И я вас очень сильно люблю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok